Вот уже на протяжении пяти лет ежегодно в городе Видное проходит Московская областная конференция «Гипогонодизм в хирургической андрологии у детей». Говоря простыми словами, конференция посвящена изучению лечения заболеваний репродуктивной системы у мальчиков. Поделиться своим опытом и перенять знания коллег приехали специалисты самого высокого класса. Подробности у Юлии Погасьян. В 20-е годы 19 века лечение женщин гинекология настолько начала развиваться, что андрологию лечения мужчин почему-то задвинули на второй план. В советские времена уже хорошо наладилась деятельность защиты женской репродуктивной системы. Однако врачи окончательно забыли о значимости здоровья обоих полов. В последнее время медикам удалось возобновить исследования, позволяющие повышать уровень рождаемости в стране. А когда опыт непосредственно глаза в глаза, люди прочитают друг другу лекции о том, что накопили, что мы внедрили конкретно, как это апробировано уже, это действительно кто-то подчеркнет из этого очень важные для себя дальнейшие клинические моменты. Заболевание, которому была посвящена конференция, называется гипогонодизм. При нём наблюдается сниженная выработка мужских половых гормонов. Оно выражается в недоразвитии внутренних и наружных половых органов, а также вторичных половых признаков. В частности, главной половой железе мальчиков, содержащих тестостерон, вещество, благодаря которому они становятся полноценными мужчинами. У годовалого ребёнка мы можем ничего не найти, но у трёхлетнего и 14-летнего мы можем найти уже серьёзную патологию, которая будет требовать коррекции либо эндокринолога, либо хирургическое вмешательство, которое, собственно говоря, придёт к выздоровлению. Конечно, это заболевание отнимает у мальчиков возможность быть настоящими мужчинами и иметь детей. Помочь им жить полноценной жизнью – вот главная задача современных врачей. И мы имеем в своём арсенале, что ли, в чёмных воздействиях, ну, всякие такие приёмы, которые позволяют этой системе созревать правильно. Эта конференция уже давно переросла областной уровень. Поделиться накопленным опытом и представить новые разработки в области уроандрологии – сюда приезжают врачи со всего Центрального федерального округа России и зарубежья. Например, докладчик из Германии говорил о крипторхизме и о возможностях лапароскопической хирургии, которая на его родине всё больше внедряется в работе с детьми. Дети – это наше будущее. И здесь очень важный вопрос, чтобы было меньше боли и чтобы операция приносила больший эффект. Медицина не стоит на месте. И каждый год появляются новые средства лечения заболеваний. Важно вовремя обратиться к специалистам, чтобы в будущем жизнь пока ещё маленького мальчика была полноценной, и он познал радость отцовства. Юлия Погося, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.